Программу представляет Дом эстетики и медицины Формула. Наша специализация снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику 211 50 30. В эфире Бьюти Тайм всем здравствуйте. Ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. В рамках проекта Soft Focus в этом сезоне проходит серия экспозиции под общим названием «Фото тела». На открытии одной из выставок побывала наша съемочная группа. Известный в нашем городе проект Soft Focus, который в прошлом сезоне был посвящен творчеству фотографов женщин, сменил формат. Сегодня в его фокусе тело, точнее фоторазмышления авторов на эту тему. Стало интересно поработать с телесностью, как можно ее видеть, исследовать возможности того, как тело может быть отрефлексировано в фотографии с помощью фотографии. Засилие гламурных ню развращает, можно сказать, зрителя, и зритель не готов, может быть, к такому. Нам захотелось именно, ну, то есть, скажем так, есть какое-то воспитательное начало в нашем проекте, просвещенческое. Вторая экспозиция в рамках проекта «Фото тела» – концептуальные работы екатеринбургского фотографа Людмилы Калинниченко. Используя бытовые вещи и эстетику китча, она трансформирует реальность посредством собственного тела, где последняя выступает в качестве прямой коммуникации со зрителем. Ее работы выставлялись в галереях Екатеринбурга, Миасса, Нижнего Тагила, Санкт-Петербурга, Московской области, а также Великобритании и Италии. Я работаю с такими видео, как и видео, и инсталляции, и, может быть, даже дойду до перформансов когда-нибудь. Но фотография мне ближе, я считаю, как бы, очень сильным инструментом с коммуникацией, в коммуникации именно со зрителем. Я думаю, это, конечно, относится концептуальному искусству. Потому что каждый проект для меня – это размышление либо над чем-то, либо разбирание вопросов. Ну и вообще это процесс такой медитативный. И то есть я пытаюсь зайти вглубь каких-то вопросов, либо, ну да, срефлексировать на что-либо. То есть каждый проект, он в отдельности это дружает. На открытии проекта много разговоров было на тему селфи. Его, как и работа Людмила Калиниченко, кураторы выставки причисляют к попытке человека себя понять, понять свое тело и его предназначение. Я думаю, что современная культура определяет функции женского тела очень просто. Да? Зачем нужна женщина? Ну дальше маленький, коротенький список из пяти-шести пунктов. Ну, художнику молодой женщине, интеллигентной, умной, этих пяти пунктов мало. И она ищет, какие еще возможности может дать ей эти полеты, свободы, падения, грусти, попытки вторгнуться в природу как животное, попытка не потеряться в городе, попытка предъявить себя людям и понять, что тебя увидели, узнали, опознали, полюбили. На смену работам Людмилы Калиниченко в рамках проекта «Фототело» придут новые имена фотографии Челябинска и других городов России. Главное, что все они будут рассуждать в своих работах о природе человека. И по заявлению организаторов, каждый автор будет неизменно отличаться от предыдущего. Говорят, чтобы преуспеть в любом деле, нужно совершать ошибки в два раза быстрее. Впрочем, вариант учиться на чужих сегодня тоже работает. Обменяться бизнес-идеями на этот раз решили участники проекта «99 избранных». В дискуссии принимала участие и наша съемочная группа. Проект «99 избранных» вот уже третий год в нашем городе осуществляет миссию отметить самых активных и целеустремленных людей. Пока до вручения одноименной премии еще месяц, участники успели побывать на высоте в тематической фотосессии и подготовиться к дресс-коду будущего званого вечера. Ну а сегодня черед бизнес-образования. Сегодня у нас умная туса и в рамках данного мероприятия мы пригласили специалиста по бизнес-направлениям, по бизнес-планированию, стратегическим каким-либо моментам, ну и вообще по открытию своего бизнеса с нуля. Какие методы использовать? Это Алена. Алена Сливина, специалист из Екатеринбурга. Сейчас я являюсь бизнес-консультантом, работаю со многими сферами бизнеса, но основная ниша – это фитнес-бизнес. У меня есть свой собственный клуб, в котором я являюсь владельцем и, соответственно, все фишки, которые я даю в другие бизнесы, либо фитнес-клубы, они использованы в первую очередь на себе, на своих клиентах, на своих сотрудниках. Все эти методы обработаны, шлифованы и уже только после этого они передаются другим руководителям. В период не столь простых времен, каждый руководитель своего бизнеса должен, во-первых, выходить на новый уровень, выходить из своей зоны комфорта, делать какие-то непривычные для себя вещи, ну, как кажется, да, но еще одна отличительная особенность вот этого времени, что каждый руководитель должен придумать какую-то интересную фишку своего бизнеса, чтобы резко отличаться от конкурентов, потому что в последнее время многие бизнесы просто снижают цены, деппингуют и, ну, как правило, ничем хорошим это не заканчивается ни для бизнеса, который снизил цены, ни для всех остальных комплектов. Поэтому важно искать интересные фишки для клиентов, которые помогают удерживать их в своем бизнесе, не снижая цены. Главной темой вечера стал нетворкинг, а именно решение профессиональных и бизнес-задач посредством круга друзей и знакомых. Отчасти это является и целью проекта «99 избранных». Город вроде бы у нас, не сказать, что большой, но в любом случае много интересных компаний, которые не всегда приходится знать прям в лицо. Хотелось бы, конечно, больше знать каких-то личностей, которые еще не на виду. Я человек не очень публичный, мне это очень интересно, я со всеми познакомилась, пообщалась. Немного в другой обстановке, не в рабочий момент, когда я пришел к создателю сайта и сказал бы, мне нужен сайт. А здесь дружеско, и здесь уже закладываются новые взаимоотношения. Я думаю, благодаря этому наш бизнес и других непосредственно наших коллег, кто участвует в данном проекте, вы и нужны более на уровень. К концу вечера участники, разделившись на две команды, должны были предложить два проекта. Вовлеченность в процесс налицо, а все потому, что каждый носит в себе идею того, как развиваться и развивать уже свои проекты. Да, вы знаете, действительно, конечно, нам хочется развиваться, мы развиваемся. Так получается, что мы работаем, ну, IT-сфера, то есть развитие находит по всему, по всей России. Мы работаем много с Екатеринбургом, Новосибирском, Казанью, Москвой, Челябинск, естественно, конечно, тоже мы работаем в Челябинске много. Конечно, мы хотим расширяться, развиваться, у нас есть много собственных проектов, много внутренних разработок. Мы сейчас развиваем приложение с дальнейшим развитием на искусственный интеллект. Конечно, речь идет о комбинаторике пока, но тем не менее мы вот очень хотим и такого рода использовать разработки и идти дальше, вперед и вверх, и выше и так далее. Конечно, мне хочется открыть свой бутик или какой-то небольшой для начала шоу-рум, где будут представлены мои работы как образцы. Ну и, конечно, интернет-продажи, потому что за этим будущее. Я непосредственно являюсь шоумом ведущим, организую свадьбы, корпоративы, мероприятия, пишу сценарии для многих ведущих. Мои планы по развитию, это непосредственно выход на более серьезный уровень уже не просто Челябинск-Челябинск, области Екатеринбурга, того же Всероссийского, чтобы выступать на площадках Москвы и Петербурга. И, возможно, есть такие, так скажем, закладки, такие возможности уже немного в других странах. Но это лишь только идеи. Я создаю украшения, аксессуары, колье, вот корона на мне. Но я хочу сказать, что занимаясь украшениями, это и повод о себе рассказать, о своем творчестве, о своем хобби, которое стало уже и приносить мне определенный доход, известность. И в этом направлении я хочу развиваться дальше. Мы занимаемся ландшафтным дизайном и городским озеленением, грандиозных планов открытия собственных питомников и развития бизнеса на более широкие рынки, на область, возможно, на страну. По специальности я хореограф. Вообще официальная моя работа, я руководитель детского хореографического коллектива. Мой бизнес и мое хобби – это два проекта, шоу-проекта. В планах, конечно же, хочется, чтобы о моем балете знало гораздо больше народа. Не только агентства праздничные, а также просто люди, которые хотят сделать для себя праздник. И чтобы они на наш шоу-балет выходили уже через меня, а не через праздничные агентства. И думаю, мое лицо, как бренд моих шоу-проектов, оно поспособствует продвижению. Совмещаем приятное с полезным. И изначально я вообще, в принципе, в медицину пошла для того, чтобы сделать жизнь людей счастливее. То есть, ну, такие вот еще были у меня мама, потому что тоже врач, тоже невролог. И изначально мне вот хотелось помочь людям стать лучше, здоровее, счастливее, радостнее. И вот такой оптимистичный взгляд на жизнь, я не растеряла об этой суровой реальности, которая на сегодняшний день существует. И этот проект тоже несет именно вот такую цель, чтобы сделать жизнь лучше, качественнее, удобнее, интереснее. Это очень здорово, это очень созвучно, и это приносит не только пользу, но и радость. По заверениям организаторов, это не последнее событие, предшествующее вручению премии. А о том, как поменяются участники в финале проекта, какие наряды подготовят в рамках дресс-кода «Коктейль», мы узнаем на финальном званом ужине. Программа «Бьюти Тайм» совместно с Клиникой лазерной хирургии и косметологии «Диплекс» представляет научно-популярный проект «Академия доктора Диплекса». Тема сегодняшнего занятия – кожа вокруг глаз. Заменит ли косметология пластическую хирургию? Кому противопоказана лазерная шлифовка? С какого возраста рекомендованы инъекционные методики? Эти и другие темы раскрывают в подробностях сотрудники «Академии доктора Диплекса». Смотрите в выпусках «Бьюти Тайм». Школа практики и роста представляет. Впервые в Челябинске «Бьюти Марафон». 15 известных стилистов России в режиме нон-стоп представят актуальные техники выполнения стрижки, прически и макияжа. Также в программе фотосессии и конкурсы с призами. 30 ноября. Отель «Малахит». Мега-мастер-класс для парикмахеров и визажистов. Регистрация – marafon-rosta.ru Клиника лазерной хирургии и косметологии «Диплекс». Легендарная клиника, где меняются судьбы. Информационный портал доктора Диплекса – мояноваяжизнь.рф Тайвай. Тайвай. Все виды тайского и балийского массажа в премиум формате. Территория тайского СПА «Тайвай». Российская, 206. Телефон 223-23-20. Подробное описание СПА-программ ищите на сайте taiwai.rf Группа клиник «Стоматологическая практика» представляет имплантацию от кандидата медицинских наук Дмитрия Владимировича Плюхина. Это «Бьюти Тайм». Далее в выпуске несколько актуальных моделей из коллекции европейских дизайнеров. Если обобщить происходящие в моде процессы, можно сказать, что границы между стилями – деловым, повседневным и даже вечерним – стираются. И в цене становятся вещи, которые можно применить в любых направлениях. В этом контексте на передовую выходят рубашки. В этом сезоне в особом фаворе кипельно-белые и с необычным дизайном. Противовес монохромной тенденции существует и противоположное – рубашки со сложным принтом и фактурой. Но и те, и другие подарят бессменное количество комбинаций с юбками и брюками, а также тригодажными кардиганами или свитерами. Джаз в современном мире живет в самых разных форматах. От фоновой музыки до масштабных фестивалей со всевозможными творческими экспериментами. Джаз в классической подаче – клубной, камерной, приятной и душевной – смогли оценить челябинские зрители. В их числе оказалась и наша съемочная группа. Приглушенный свет, зажженные свечи, сигаретный дым, звуки контрабаса и саксофона. Еще недавно атмосферу джазового клуба мы могли представить только по голливудским фильмам. В нашем городе джаз до недавних пор носил академический характер. Но организаторы концерта решили окунуться поистине в правильную атмосферу этой музыки. У нас в городе мы не привыкли к клубному формату для джазовых мероприятий. Джазы концерты в основном в филармонии проходят. И я вот хочу разнообразие внести в это, чтобы концерты проходили именно в клубе. Пока это непривычно, но все в порядке, все идет своим чередом, народ становится больше, людям это нравится, они подходят после концерта благодаря этому пределу на следующий концерт. В рамках тура к нам в город приехал джазовый квартет из Швейцарии, Bloom Effect. Их музыку не назвать мейнстримом. Это авторские композиции, которые позволяют слушателям попасть в глубины музыкальной фантазии. Думаю, что любой человек может быть нашим слушателем, вне зависимости от возраста, предпочтений, кто угодно. Мы создаем различные проекты и стараемся сделать их индивидуальными для каждого слушателя. Общительные, такие, ну какие-то позитивные люди, им все очень нравится. Им нравится быть в России, им нравится публика. Каждый человек понимает эту музыку по-своему. От глубоких душевных чувств до культуры мышления в широких масштабах. Главное, что любители джаза, а также просто людей любопытных и открытых для этой музыки, в нашем городе немало. Это доказывают полные залы слушателей на концертах. Хочешь узнать модные тенденции в макияже? 10 декабря. Отель Redison Blue. Авторский мастер-класс от звездного визажиста Юрия Столярова. Билеты приобретайте в кассах города. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Сони Кривой 30. Бабр Бьюти СПА. Богатство природы и совершенство технологий. Профессиональный уход и косметика для домашнего применения. Салон Бабр в Челябинске. Лесопарковая 7. Медико-косметологический центр. Арт-медика. Арт-медика. Методики выполнения блефоропластики. Фейслифтинга. Отопластики. Проспект Ленина 12А. Мы те, кто способен сворачивать в бизнесе горы, но не забывает о самом главном. И не желает экспериментировать со своим здоровьем. Выбирай ДНК-клинику. Эксперта женского здоровья. Приглашаем на день открытых дверей по вопросам лечения бесплодия. Челябинск 211-0303. Инновационная система бережного отбеливания КЛОКС. Спрашивайте в группе клиник «Стоматологическая практика». Вы смотрите «Бьюти Тайм». Красивые подробности красивых событий в формате ноу-коммент в завершении выпуска. АПЛОДИСМЕНТОР 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...